Приветствую вас. Ну, вы знаете, Екатерина, надо сказать, что ситуация крайне неоднозначна вообще, потому что мало информации о дочери. То есть помимо того, что она медлительная, медлительность это просто следствие. Это не причина. Больше, собственно, никакого материала для анализа больше нет. Понять, собственно, что еще могло повлиять на вашу дочь, не представляется возможным в принципе. Вот, поэтому мой ответ будет такой, достаточно общий. Итак, вы пишете, моей дочери исполнено 13 лет, ребенок кардинально поменялся. Смотрите, здесь очень важно выделить именно вот эти два момента, то есть то, что ребенок поменялся и то, что ребенку исполнено в 13 лет. То есть как бы есть между этим связь какая-то или нет. То есть вот ему исполнилось 13, что происходит дальше? Что происходит в жизни ребенка? И вот ей исполняется 13, и она сразу меняется. Так? Дальше. Стала очень медлительная, зависает в ванной туалете, переодевается, все очень долго, просьбы, которые к ней обращены не выполняются, выполняется на поставку несколько раз. Повторяешь. Очевидно, что девочка чем-то озабочена, озабочена чем-то. Просто банальные вещи, например, как бы не ходить в ботинках по коридору, все бесполезно, говорит, что не забыла. Ну, тут опять же нужно смотреть, исследоваться. Если раньше она это делала, допустим, просто потому что ваше слово было для нее авторитетом, то сейчас она этого делать уже так не будет. Ну, просто потому что. Просто потому что. Вот. Дальше. Так. Например, находясь в ботинках по коридору, все бесполезно, говорит, что ты не забыла. Может, ну, тут с одной стороны может быть так, падение вашего авторитета, а с другой стороны это, вот, соответственно, ее озабочено чем-то. На следующий день то же самое, но, а вы чему ожидаете? Вы ожидаете, что будет по-другому? Тоже вопрос. Ваших ожиданий, Екатерина. Ее обязанность следить за пеленками собаки. Ее обязанность. Это хорошо, но было бы лучше, если бы обязанность была подкреплена еще как-то духовно. Понимаете? То есть, если обязанность, ну, духовно не подкрепляется, если обязанность вот именно, именно духовно не подкрепляется, то тут как-бы ситуация складывается довольно печально, ну, довольно печально складывается ситуация. Дальше, может мимо пройти, сделать вид, что не заметила. Почему вы считаете, что она делает вид? То есть, видите, есть элементы недоверия к ней уже. Говорит потом, что не видела. Опять же, какие основания ей не верить? По-хорошему, бросили наказывали, наказание в виде лишения свободы. Ну, наказание, как известно, никогда не приносит никакой пользы. Уроки делаются очень долго, а вы, как вы, участие в уроках принимаете. Представляете, есть момент какой, насколько ребенок самостоятельный и автономный. Она может делать уроки сама? Она делала раньше уроки сама? Может делать уроки сама? Вот. Смотрите. Оптимально, чтобы ребенок, конечно, обратился к психологу школьному, чтобы он с ней поработал, и чтобы вы обратились тоже к психологу и поработали тоже. Во-первых, во-первых, дочери необходимо столкнуться с последствиями за свои действия. Вот. Это прямо очень важно. Очень важно, чтобы ваша дочь столкнулась с последствиями своих действий. Если она с последствиями своих действий не сталкивается, а когда вы ей вот, ну, когда вы ей приказываете, когда вы ей там что-то говорите, когда вы ее наказываете, вот. Это непоследствия действий, как бы ее, да, это непоследствия действий, непоследствия действий. Это, наоборот, это и есть последствия. А нужно, чтобы все-таки, ну, чтобы было все-таки наше. Что-то нужно, чтобы она сама видела и чувствовала, что, ну, ну, ее действия имеют какие-то, какие-то, ну, какие-то основания, какие-то последствия, точнее, точнее, ну, вот. Поработать над доверием, как правильно сказал мой коллега, значит, очень важно, как вы выстраиваете залог с ребенком, вот. То есть, общаетесь ли вы с ней по поводу вообще ее, ее самой, да? Общаетесь ли вы с ней по поводу, по поводу ее жизни, вот, и так далее. Это очень, такая важная история, важный момент, вот. Так что, вот это такие рекомендации. А дочери, дочери нужно говорить о своих чувствах, ребенку нужно лучше выражать свои чувства, что она явно чем-то заботиться, ее явно что-то волнует. Ее ресурсы, да, вот именно ресурсы ее, они уходят куда-то вот, ну, в какое-то вот вообще другое направление, да? Вот, сейчас, сейчас ей, ну, сейчас вообще, как бы беспокоит, беспокоит ее совсем другое, вот. Это то, что я могу сказать вам, вот именно исходя из того, что вы написали. На этом все, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.